Итак, у меня в гостях Игорь Чапурин. Игорь, дорогой, привет! Добрый, добрый, добрый вечер. Знакомьтесь, это Ваня. Очень приятно. И я хочу тебя сразу спросить. Я знаю, что у тебя миллион новостей, как всегда. Мы с тобой ровно год не виделись. Ну, во-первых, Игорь, в этом году у тебя юбилейный год. 25 лет творческой деятельности. Но я хочу спросить о другом. Я сегодня у слушателей спрашивала. Производили ли вы своим внешним видом неизгладимое впечатление на кого-то? Было ли в твоей жизни такое, что с твоим образом одежда, я не знаю, может быть, прическа, ты на кого-то произвел какое-то вау-впечатление? Ну, мне кажется, что когда я начинаю анализировать всех, на кого я произвел впечатление, от Уитни Хьюстон, Мадонны, Шер, Пинк и всех прекрасных. Нет, и самое главное, в России ровно столько же прекрасных людей. Я понимал, что они просто смотрели в мои глаза и не думали о моей одежде. То есть ты считаешь, что ты произвел на них впечатление как мужчина, а не как маэстро? Мне хочется в это верить. Ну, хорошо, Игорь. Но я думаю, что... Ну, посмотри-ка ко мне в глаза. А, ну, безусловно, Игорь, конечно. Именно это... Ты прав. Ты прав. А на тебя кто производил впечатление своим внешним видом именно? Ну, кто-то, может быть, самый яркий? Очень много людей, реально, харизматично, которые были в жизни. И, парадоксально, моей первой клиенткой, странно это будет звучать, была Алла Демидова. Но не она произвела на меня самое сильное впечатление. Алла, представь, я молодой парень, только приехал в Москву. Алла Демидова, великая актриса, заказала у меня брючный костюм. И я приехал к ней домой на примерку, и мы меряем. Я боюсь ее безумно, я боюсь ее, как снежную королеву. И вдруг я глазом вижу на кухне, когда кот скидывает котлету, мопсу. И я понял, что смою на этого кота, и он у меня производит огромное впечатление. Ты знаешь, да, животные, они такие. И ни одна великая актриса не переиграет. Органика, конечно, потрясающая. Заслуженный художник России Игорь Щепурин сегодня у меня в гостях. Замечательный наш модельер, наша гордость, краса. У Игоря миллион коллабораций, Ваня, ты знаешь? Нет. Вот просто каждый раз он ко мне приходит, и не перестает меня удивлять. Я вот уже не знаю, вот что теперь, что еще. Но я бы хотела порадоваться, что самое главное его, но это уже не коллаборация, это уже, наверное, как часть жизни, да, балет. Какой по счету ты будешь делать? Похвастался только, что Игорь, что опять начинает новый балет. Да, это парадоксальная история. Я и правда единственный русский фэшн-дизайнер, который после Пьера Кардена и в Суларана Живанши Большом делал балеты. И всегда было слово «делал». Я тебе всегда говорил о том, что я сделал. И у меня новая эпоха для меня лично. Я сегодня получил из Большого театра брошюру, где объявлен официально новый балет. Это премьера 24-го года. Это последняя пьеса Шекспира «Буря». Когда я начал читать в самолете, летя куда-то, уже не помню куда, я честно ругнулся, потому что там опять кораблекрушение. У меня уже третий спектакль в жизни. Две оперы и балет, когда все время тонут корабли. Ты только не это, на кораблях не плавай. Нет, нет, нет. И буря начинает с кораблекрушения, где завязывается сюжет. Несложно сейчас, потому что это Шекспир. С другой точки зрения, я буквально год назад сделал не Шекспира, но сделал «Лебезинное озеро» в Париже. И сделал с Костей Богомоловым «Ромео Джульетта» в Станиславского. И недавно совершенно узнал, что номинировал на «Золотую маску» как лучший дизайнер по костюмам. В эту субботу станет известно, да? Да, в эту субботу, но это не стоит важно. Может быть, будем тебя поздравлять? А может быть, а может и нет. Но в данной ситуации даже сама история этих великих композиторов, она меня завораживает. У меня впервые, впервые... А чья музыка-то будет? Сейчас расскажу. Мне всегда композиторы давали готовую музыку. Это был Стравинский, Чайковский. Эти люди прекрасно все написали и мне выдали. И я рисовал костюмы, вдохновляясь. Для этого балета музыка пишется Большим театром специально. И я ее еще не слышал. И это сложно. Ну а как предвкушение они? Ее пишут. Нет, какое предвкушение? Вот как родить костюм, если ты не понимаешь, что это за музыка? А первое впечатление будет? Наверное. От прослушивания? Наверное. А что мне нравится, что команда очень ориентируется на меня и надеется на мой профессионализм, а я надеюсь на свой профессионализм. То есть сначала ты сделаешь костюм, а потом композитор напишет музыку посмотреть на них. Как-то пока оно идет так, но Большой театр, Большой театр, это великая история, великая нынешняя. Поэтому я уверен, композитор сделает шедевр. Я уверен, что у меня не будет шанса не сделать шедевр. И все в таком духе. Абсолютно. Игорь Чапурин у нас в гостях. И я хочу тебе предложить Блиц. Ну так как ты в моде эксперт, безусловно. Вот мы хотим узнать, и я и мои слушатели, я уверена, что с чем надо носить. То есть это раз, два, три, четыре, пять? Или это вопрос глобальный вообще на несколько часов? Нет, это раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, как минимум, как минимум кардиган с майкой, как минимум кардиган с платьем, точка. А я тебе задаю вопросы, вот на них отвечай, смотри. Блиц со звездой. Какой верх сочетается с широкими брюками? Либо максимально приталенный, либо верх, который оверсайз, который в несколько раз больше по размеру, чем брюки. Понятно, это даже как однокомнатная квартира, ясно. Безусловно. А обувь какая с широкими брюками? Балетки – это идеально. Либо, давайте вспомним Марлин Дитрих, конечно, высокие каблуки. Ты любишь, да, девушек на высоких каблуках? Да, это потрясающе. Какой? А говорят сейчас, это не тренд. Говорят, сейчас как раз без каблуков все ходят. Вы знаете, я как бы к вам, ко всем обращаюсь. Сексуальность, как может быть, не трендом? Это так красиво, это так женственно. Мне кажется, каждую девушку на высоких каблуках стоит не то, что любить, а просто разорвать свое сознание. Игорь, ты меня прислал. Я не пришла себе в макияж. Я сейчас пойду. Я пока еще не видел. У меня есть туфли. Я сейчас переобуюсь. Все обязательно. Да. Какой нужно сделать макияж под яркое платье, чтобы не испортить образ? Ньют. Обязательно. Либо-либо то, что делала Софи Лорен. Черные стрелки, прозрачные губы. Хорошо. Юбку с низкой посадкой с чем надо носить? С очень красивым облегающим топом, либо с очень коротким топом, который только закрывает грудь и открывает плечи и прекрасную талию. Если сумка красная, какой должна быть обувь? Антикрасная. А, именно. Черная, белая. Она может быть прекрасного, темно, глубоко, интеллектуального, с надрывом серебристого цвета. Ух ты. Это как раньше говорили. Цвет бедра испуганной нимфы. Поэтому я сам не знаю, что это такое, но это набор красивых слов. Леопардовая кофта с чем носится? Я сейчас сделал коллаборацию с обувью. Не буду о ней говорить. Она вся леопардовая. Ровно про это. Так, и что еще мы, кроме твоей обуви, наденем еще леопард? Внизу что мы наденем? Леггинсы, кто может себе позволить. Ох, хорошо. Широкие вельветовые брюки совершенно другого цвета, кто может себе позволить. Либо потрясающей красоты юбку-гофре совершенно тоже другого цвета. Которые могут себе позволить все. Безусловно. Потому что эклектика сейчас фаворит. А леопард и вся эта история, зебра и все прочее, это тоже эклектика уже. С чем сочетать платье-комбинацию? Или вообще сейчас это не в тренде? Мы сегодня обсуждали, что самые большие продажи у нас в самом лучшем универмаге Москвы и всего остального, это платье-комбинации, поэтому они в тренде. С большими кардиганами, с широкими пальто, огромный свитер на плечи, либо просто сверху балетки, либо сумасшедшие каблуки. Платье-комбинации это реально замена маленькому черному платью. И наконец, самый последний вопрос, заговорив о платье-комбинации. Скажи, пожалуйста, его носить нельзя же с бюстгальтером? Его надо без бюстгальтера носить. Безусловно. Ну все. Игорь Чапурин у меня в гостях. Игорь, весна в самом разгаре. Игорь, посоветуй, что женщинам носить в этом сезоне, кроме платьев-комбинаций? Ну, прежде всего, надо сделать звонок другу, чтобы было приятно. Я реально сегодня вспомнил, что я общался с Светой Захаровой, примой, просто самой лучшей балериной, мне кажется, мира. И я ей сказал, Света, какая сегодня прекрасная погода. Он говорит, Игорь, я просто вот каждой клеточкой кожи получаю удовольствие. Поэтому мне кажется, сейчас, сейчас, когда такая погода, просто надо дружить, общаться с близкими людьми и быть на этой волне. Ладно, если говорить о моде. Ладно, о моде давай. Да, да, конкретно. Конечно. Да, если говорить о моде, то так или иначе, все пастельные цвета, они очень актуальны, потому что они дают некую как бы нейтральность нам самовыражаться. С другой точки зрения, сейчас такое время весны, не лето, когда цвет дает то усиленное настроение, которое мы еще вот не напитались после весны, поэтому, конечно, идет красивый бирюзовый, очень красивый электрик и максимально белый. Вот тот белый, который не всегда идет, но вот сейчас прямо белый активизирован, и девушки его очень любят. Поэтому наполняем весну цветом, сентиментальностью. Так, а вот про мужчин, если говорить. Просто очень хочется. А то все про женщин, про женщин, да, да, да. Очень хочется Ване для тебя произвести впечатление. Он посмотрит, в каком цвете, в какой майке сегодня пришел. Это худи. Худи, да. Я любуюсь на худи майку красивого лимонного цвета, где добавлено молоко. Это очень красиво. Мода реально мужская сейчас идет такими темпами, что она опережает мужскую. Потому что мужчины во всем мире, и я рад, что и в нашей стране, они перестали прятаться. Они хотят радовать. И эта история очень важная, история про отношения. Потому что, когда идет история, о которой мы обсуждаем отдельно феминизм, отдельно мужчины с своей брутальностью, и никто не может найти общий лад. Сейчас и все новое поколение мужчин, и даже поколение следующее, оно не боится кораллового цвета, например, в кашевинеровом джембере. Не боится какие-то удивительные цвета, когда одевают обувь и какие-нибудь лимонные, либо фиолетовые носки. И это радость. Так, Игорь, пошел смотреть. У меня изумрудные сегодня. У тебя сегодня изумрудные носки полосатые. Я получаю огромное удовольствие. Поэтому мужчины, конечно, сейчас радуют свою вторую половину, либо своих близких цветом, и не боятся экспериментировать. Прекрасно. Вот как раз об этом песня группы гостей. Игорь Чапурин сегодня с нами. А обувь какая сейчас самая актуальная, кроме той, которую ты сделал с Леопатом? Я честно скажу, сейчас время удобства, и мне не стыдно говорить о том, что вечернее платье, те же платья комбинации, и все вот эти прекрасные мужские экзорсисы с цветом, спортивная обувь, конечно, лидирует. И я не стесняюсь этого. В этом тоже ничего плохого. Да, то, что мы сегодня говорим, что девушка, женщина на высоком каблуке, это просто, это максимум... Ну, редко сейчас носят каблук. Ну, посмотри, вот я сейчас обратила внимание, сегодня специально ехала, когда на эфир, из десяти девушек только две идет на каблуках. И я уверен, что эти две самые счастливые и самые любимые. Поэтому, девушки, обратите внимание, пожалуйста, на то, что мы сейчас говорим. Конечно же, я тебе сейчас все-таки покажу костюм, который у меня будет в спектакле, ну, потому что я поняла, что ты любишь каблук. Надеюсь, что тебя поразит этим каблуком самое сердце. Слушай, сейчас все за естественность. Очень многие бренды мировые используют моделей самых, что ни на есть, естественных размеров и внешности. Формы и так далее. Формы и так далее, да. Как ты к этому относишься? Естественно, я имею в виду, там, надо с прыщами, надо... Побольше, поменьше. Да, да. Твое мнение? Я лично отношусь к этому плохо, потому что жизнь, жизнь, она должна быть наполнена примерами. Мы не можем жить без прекрасных примеров, на которых мы хотим равняться. Я когда вижу удивительные красоты мужчин, которые играли Джеймс Бондов, либо в наших фильмах, я сейчас пересматриваю очень много фильмов 50-х, 60-х, 70-х, я смотрю и понимаю, я хочу быть на них похожим, поэтому... Это мое личное, субъективное мнение. Я хочу видеть очень красивых, ухоженных, замечательных людей, на которых мне хочется равняться. Поэтому я морально не готов адаптироваться к тому, что мир моды претендует стать социальной платформой для того, чтобы вы были никем и жили вот ровно в никчемном восприятии красоты. Красота спасет мир, эта фраза никогда не уйдет, она великая. И я, я даже честно скажу, вот в каких-то соцсетях раньше я всегда подписывался на какие-то аккаунты про красоту. И я, когда их смотрел, я всегда наполнял себя желанием быть лучше. Я ходил в тренажерный зал, я ухаживал за собой, я думал о том, как мне лучше выглядеть. И я советую всем жить ровно этой нормой, не отходить от нее. Все равно эти правила придуманы не нами. Красота спасет мир. Гениально, Игорь, гениально. Я тоже люблю все красивое. Действительно, когда смотришь на красивое, душа радуется. Ну, а это сказал вам, господа, художник, который знает, чем вдохновиться. Игорь Чапурин у нас в гостях. Игорь, я тебе хочу предложить игру. Ты как? Конечно. Поиграем? Поиграем. Пошалим. Угадалочка. Смотри, все очень просто. Я тебе предлагаю образ. Это, естественно, одежда. Самые такие яркие стили. А ты говоришь год, эпоху. Можно попробовать, конечно. Давай. Мне тебе будет легко. В какую эпоху трендом были виниловые комбинезоны? Помнишь, это такие блестящие? 70-60-е. Гениальные. А мне так нравится. Я сегодня вспомнила. Они просто чуть до 70-х добрались, да. Добрались до 70-х. Это Куреш, Карден, это потрясающие дизайнеры. Слушай, почему мода циклично, эти комбинезоны не возвращаются? Мне так этот стиль нравится. Я когда была маленькая, у меня такого комбинезона не было. Сейчас бы я себе могла это позволить. Я мечтала, что когда-нибудь я вырасту и буду носить этот комбинезон. Давай я его сделаю тебе. Игорь, сделай, пожалуйста. Давай удивим этот мир. Мы удивим. Как раз в тему нашей сегодняшней программы. Когда была популярна юбка солнца? Это 70-е. Разве? А я думала 50-е. Нет, юбка солнца... Хорошо, юбку пудель. Нет, сейчас скажу. 70-е, это как раз вот юбка солнца, она вошла, как платье сафари и все остальное. Она разыгралась. А если говорить о нью-луке, Диора, то да, в принципе да. Только это уже было с корсетами, кринолинами. Поэтому для меня юбка солнца это все-таки вот эта легкость. Хорошо, юбка пудель тогда. Юбка пудель. 50-е. 50-е. Гениально. В какую эпоху были популярны рукава летучая мышь? 80-е. Молодец, действительно. Кстати, ты знаешь, что началось это все? Они первый раз появились в 40-е годы прошлого столетия, но зашли как раз в 80-е. Да, просто они тогда были чуть поменьше, а в 80-е уже когда нужна была свобода, потому что появилась диско полоумный, и надо было очень много махать руками на ночных вечеринках, поэтому, конечно, все это углубляли. Сложный вопрос сейчас будет. Когда был популярен прямой прямоугольный силуэт? Ну, это либо 20-е, либо 30-е. 20-е. Да, это все-таки арт-деко и арт-нуво, и да, да. Кстати, между прочим, это было ужасное время, когда женщины начали много работать, прекратили нравиться, ну, нравиться-то, наверное, нравились, но были непопулярны у женщин. Большая грудь, тонкая талия, округлые бедра. И вот тогда вот этот стиль вошел в моду. Да, но тогда дизайнеры единственное придумали, что они эти платья-футляры украшали то жемчугом, но чем-то, кто мог, кто мог, что себе позволить. Да, и, наконец, последний вопрос. В какой период времени была мода на муфты? Муфты – это бур. Ну, вообще, это и конец 19-го года, конечно. Ну, 19-го, ой, тьфу. Век. Конец 19-го века, так или иначе. Да. Ну, может быть, начало 20-го, самое начало. Начало 20-го, да. 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 20-й, начало 20-го века. Ну, и, в принципе, она... Пятерка. Пятерка. Нести дневник. Гениальный, гениальный Игорь Чапурин. Игорь Чапурин у нас в гостях. Игорь, ну, давай еще для моих слушателей, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну, расскажи, вот что, какой... Говорят, что сейчас вот самый модный тренд этого сезона – это малиновый. Малиново-красный. Самый модный цвет. Да, ну, мы уже начали говорить о том, что цвета хочется. Да. И цвета хочется всегда. И, конечно, эгоизм нас, он отторгает то, что было в прошлом. И прошлое – это, грубо говоря, тепло-розовый. Малиновый – это холодно-розовый. Конечно же, дизайнеры не являются навигаторами негативности. Они, наоборот, чувствуют степень усталости и предлагают более свежие варианты. Поэтому именно холодные оттенки розового, они сейчас идут на волне. Да, и опять же, я говорю, очень холодный белый, очень холодный розовый. Это реально цвета, которые и для женской, и для мужской моды, они сейчас идеальны. И они очень красивы и востребованы. Так что, да, совершенно верно. А, Ваня хотел тебя задать вопрос. А если вот человек хочет к себе расположить, вот какую ему цветовую гамму подобрать? Я когда читаю лекции, у меня есть такая одна ключевая история, когда я рассказываю, ну, в принципе, это история про Шерон Стоун из «Основного инстинкта». Если ты хочешь максимального доверия, а на переговорах хочешь победить, так, чисто белый. Все, я понял. Что визуально делает ноги длиннее? Высокая талия, либо короткая юбка. Нам второй больше нравится. А талию? Талию что визуально делает? Уже. Конечно, темный цвет, либо просто ремни. И мода так устроена, что даже когда я делаю балеты в Большом театре, либо в любой стране мира, то часто мы танцовщикам поддуваем талию, потому что на сцене это смотрится более красиво. Поэтому темный цвет, конечно, является некой основой формулировки, что ваша талия идеальна. Ну, либо-либо просто уже ремнями зажимаем и создаем определенную тайну. Про корсет я уже не говорю. Спасибо. Я так много нового узнал сегодня. Да, Боже мой, Игорь, это просто кладезь. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе, что сегодня был вместе с нами. Жалко, что ходишь только раз в год. Но, может быть, будем встречаться чаще. Один раз в год сады цветут. Да, это правда. И ты всегда приходишь ко мне весной. Спасибо тебе большое, друзья. Я с вами прощаюсь до завтра. До 7 часов вечера. Да, завтра четверг. А Иван Славев с вами остается до полуночи. Пока. Пока. Черни шоу Аллы Доблатовой. Русские садия. Ау. Ау. Ау.